В 9 вечера прямо с улицы людей начали зазывать на вечеринку Кижи Пати Фор Эврибади. Там показали, как развлекалась молодежь еще два века назад. В середину октября гуляния проводили в избе, которую обычно нанимали у одинокой старухи или небогатых людей. Правда, все игры сводились к одному. Цель-то и главное было для чего? Чтобы встретить свою пару. И эта пара должна сложиться на всю жизнь. И тогда разводов не было. И, конечно же, искали самого любимого себе человека. Многие жители города гадали, что же находится внутри кирпичного здания, расположенного на берегу Лососинки. А за его стенами скрывается трехэтажное фондахранилище музея-заповедника. Заходя в него, в этот вечер гости попадали в ловушку. Все двери закрывались на замок. Чтобы выйти, приходилось вспомнить таблицу Менделеева. Так отметили юбилей периодической системы химических элементов. Нужно разгадать некоторые загадки, связанные как раз с химическими элементами и различными реакциями. И после этого получить заветное слово «код» и выбраться из нашего хранилища. Обширную программу подготовили и на самом острове. Туда попадали и довольно необычным способом. Жители Петрозаводска за миг телепортировали на территорию музея-заповедника Кижи. Так, с помощью очков виртуальной реальности можно было оказаться на территории Кижского погоста, внутри исторических зданий и даже на Нариной горе. Возле окон Эркерного фойе Национального театра с наступлением темноты столбились зрители. Там актеры представили перформанс скаливала пять эпизодов. Знающим сюжет карио-финского эпуса смотреть это было непросто, ведь показывали и моменты, наполненные болью и скорбью. Один из них – долгие поиски матерью убитого Леменкянина и воскрешение любимого сына. В другом заведении культуры гости наслаждались музыкой, почти не видя на сцене самого артиста. В фирмонии прошел перформанс с участием лауреата международных конкурсов Ольги Максимовой под названием «Арфа в темноте». В середине выступления арфистка засветилась. Благодаря специальным лампам зрители увидели рисунок на платье. Оказалось, что флуоресцентную краску на костюм девушки нанес карельский художник Владимир Одинцов. Я сидел в зрительном зале, я просто зарядился вот этой энергетикой. И Оля мне сказала, что пиши все, что угодно, все, что хочешь. Ну и я, собственно, отразил свои эмоции. После таких событий становится грустно от того, что ночь музеев проходит только раз в году. Но это хороший повод еще раз вспомнить, что учреждения культуры ждут гостей и в обычное время. Эдуард Тур, Владислав Будников, Сампо ТВ 360.